Ваша компания начала в 98-м году с какого-то очень, чуть ли не гаража. Почему вы решили заняться именно рыбой? Ну, хочется продавать то, что полезно, а не то, что вредно. А сколько вы вообще готовы денег потерять? Вы все готовы потерять? Мы никогда не будем инвестировать в то, чем мы не готовы потерять. Но вот мы только что дали немец один в розыске в Америке находится. И подумал, что хоть он и в розыске, но человек хороший. А что в бизнесе важнее, прибыль или развитие? Прибыль – это просто свидетельство того, что бизнес работает хорошо. Чтобы каждый, кто хочет стать предпринимателем, имел для этого все возможности. Потому что создание бизнесов – это очень прибыльное дело. Всем привет, это Forbes Capital, а я Елена Тафанюк. Сегодня мы поговорим о рыбе, предпринимательстве, венчурных инвестициях и физтех-школах. С председателем сайта директоров группы компании «Агама», основателем компании «Тилтех» Юрия Малашиев. Юрий, здравствуйте. Здравствуйте. Вашу компанию знают все. Любая домохозяйка, которая придет в магазин и увидит замороженную рыбу «Агама», наверняка знакома с вашей компанией. Насколько у вас крупная эта компания? Ну, компания не очень крупная, на самом деле. Средняя компания. Выручка по 10 миллиардов, чуть-чуть больше. Рублей. Да, на рублях. А сколько она занимает на рынке? Если брать замороженную рыбу, примерно 20% в магазинах, если взять, там примерно пятая часть замороженной рыбы. Но если взять всю рыбу, то очень мало. А кто лидер? Замороженной рыб мы. А всего, наверное, Вечуна и Санта-Брэмор на российском рынке лидера. Я так думаю. Вы не занимаетесь сейчас бизнесом рыбной? Ну, почему нет? Я остаюсь профессор-директором. Я бы так оценил 10% времени, я занимаюсь Агамой на сегодняшний день. Если посмотреть ваш сайт, то можно увидеть, что ваша компания начала в 98-м году с какого-то очень, чуть ли не гаража. Да, в 98-м году произошел кризис, встречки, помнят, в августе. Дефолт, лиминация. И мы с Игорем Лысенко соединили остатки наших таких небольших бизнесочков, которые фактически разорились в этот момент. И начали компанию Агамы. Почему вы решили заняться именно рыбой? Абсолютно случайно. Просто мы сначала занимались широкими, особенно замороженных продуктами. Потом из него выбрали рыбу как наиболее полезную для здоровья. Категорию мы ее и сами любим есть. И тогда любили. И, ну, хочется продавать то, что полезно, а не то, что вредно. Просто я такой не предприниматель по природе своей изначально. В начале 90-х годов, когда все мои ровесники, те, кто сегодня предприниматели, уже что-то торговали, я вообще ничего не торговал. Только в 95-м году, когда мы ждали жены первого ребенка, я вот шел, что надо как-то все-таки чем-то таким заниматься, чтобы семью кормить. И тогда уже начал какой-то строить бизнес. Но вот он в 97-м году прогорел. И мы с Игорем Лысенко, объединившись, начали к Адаму. Мы занимались сначала торговлей, замороженными продуктами, самыми разнообразными. Потом построили сначала, на самом деле, дистрибуционный центр в Истинском районе. Потом добавили к нему фабрики. Вы так рассказываете, как будет так легко сделать? Ну, взяли там, решили заниматься, построили фабрику. Очень медленно все, очень все медленно. В 98-м начали Адаму. Уже к тому времени, сколько-то лет мы торговали там оптом и всяким. Потом только в 2009 году первую фабрику построили в Московской области. А в Мурманске в 2012 году. Вот на Белоруссии только мы в 2015 году начали там перерабатывать. То есть это все постепенно, поэтому не то, чтобы трудно. А что было самым сложным в строительстве этой компании? Мы вместе с такими какими-то мировыми кризисами все время, или там страновыми, сложности переживаем. В 98-м году разорились. Потом в 2008-м были большие сложности из-за такого всемирного кризиса. Тоже у нас там кредиты отзывали, не связанные, в общем, с нашим бизнесом. В 2014-2015 году тоже было очень трудно выжить, потому что когда падает курс, падает спрос, резко растет себестоимость всего. Вся рыба, ее цена привязана к валюте. Потому что если она даже вылавливается нашими рыбаками, все равно они ее продают либо за границу, либо в Россию по одной и той же цене. То есть вот сейчас курс поменялся, там, с 60 на 80, допустим, да? Она ровно пропорционально подорожала. То есть на нее, ну, другие факторы влияют. Вот пандемия там, что-то там может подешеветь, что-то подорожать, но всегда это в мировой долговой цене. Вот почему рыба такая дорогая. Да, рыбак поймал треску, и наш потребитель конкурирует за нее с англичанами, немцами, американцами. Кто больше даст, тот и покупает рыбаками, по сути дела. Хватает вам, чтобы купить у наших рыбаков, или вы не у наших покупаете? Нам хватает. Вопрос просто в цене, сколько можно ее продать. Вот наш мурманский завод там работал когда-то 50 на 50 на экспорт и на Россию. Сейчас уже он работает, наверное, 80 на экспорт, 20 на Россию. Именно потому, что с падением курса спрос смещается за границу. Ничего с ним не поделаешь. Купить мы можем, сколько нужно. Вопрос о чем? Расскажите про белорусские устрицы. Откуда берутся белорусские устрицы? Белорусских устриц, я думаю, все-таки нет. Но белорусские морепродукты берут следующим образом. Белоруссия является страной таможенного союза, и она не присоединилась к российским антисанкциям, контрсанкциям. Поэтому в нее можно ввозить сырье из стран, из которых ввозить нельзя в России. Белорусские предприятия могут ввозить, например, норвежскую семгу. То есть они покупают целую рыбу и делают из нее соленое филе. После чего поставляют его на российский рынок, как белорусский товар. И это легально соответствует всем соглашениям таможенного союза и всем нашим законам. Поэтому это легально. То же самое они могут покупать, скажем, сырую креветку из стран, ввоз, из которых запрещено в России, ее варить и поставлять в Россию. Поэтому появляется такой мем, как белорусская креветка из картофельного поля. Но на самом деле это легальный процесс, который, он, конечно, несправедлив по отношению к российским переработчикам. Наш переработчик не может купить, скажем, селедку, а белорусский может. И это, конечно, ставит конкурентное преимущество белорусских переработчиков. Так и есть. Как санкции на ваш бизнес повлияли? Можете как-то оценить? Вам стало лучше или хуже? Ну, стало, наверное, хуже, но не столько и со санкцией. Потому что санкции произошли когда-то, в 2014 году. И в августе ввели санкции. А параллельно в декабре, и к декабре упала очень сильно цена на нефть. Вместе с ней упал курс рубля. Это важнее для нас, чем санкции. Санкции, да, они заставляют менять, откуда покупать, если импорт. Но это не так уж страшно повлияло, как то, что в два раза обвалился рубль. Вместе с чем у нас абсолютно вся себестоимость всех наших продуктов поднялась в два раза. И, соответственно, упал спрос. И банки отозвали все кредиты. Сказали, а у вас тут что-то сложное положение. Мы думаем, что больше нам не можем давать повезти. Верните нам весь оборотный капитал. Как вы справились с этим? Чудом, абсолютно чудом. Мы в 2015 году, в 2016-2015 должны были разориться. Внезапно нас как банк вдруг финансировал задорогу нас нашу перед Сбербанком. Сбербанк вас, то есть, мучил? Да, мы когда, да, вот это банк, Сбербанк нас подвел вместе с ВТБ. Мы решили, когда еще, после воссоединения с Крымом, мы тогда решили, что, наверное, какая-то будет сейчас, может быть, стрёмная ситуация с иностранными банками, с частными банками. Давайте мы всю свою финансирование переложим в государственное Сбербанк, в ВТБ. И оба нам в декабре сказали, что просим все вернуть. Мы в первом квартале 2015 года, было 40 кредитных комитетов, нам отказали. И 42-й вдруг согласился банк. То есть вы просто взяли, пошли по банкам? В финсервис банк, да, да. Мы просили все подряд банки, все подряд отказывали. Вдруг финсервис нас профинансировал, чем спас. Мы сумели тогда как-то выскочить, затрутиться. А почему нас профинансировали? У вас есть ответ на этот вопрос? Нет, кроме чуда и Божьей помощи. То есть они просто отозвали кредиты, просто потому что они решили, что у вашего бизнеса плохая перспектива? Да, потому что они... Или у вас были просровочки, задержки платили? Не было ничего. Просто то же самое в 2008 году сделали в основном. Альфа-банк, да. Вот, что просто вот происходит кризис мировой, вам будет явно очень трудно. Что правда. Потому что как же вы переживете, что у вас в два раза все подорожало, все плохо. Но мы не уверены больше в вас, поэтому верните все. А у вас не возникало после этого желания быстро-быстро вырасти, стать очень большим, чтобы уже больше никогда не сталкиваться с такой проблемой? У нас возникло желание, всегда было, но просто сильнее стало сократить задолженность, чтобы не работать на кредитные деньги. Вы сократили? Сейчас у вас нет вообще кредитов никаких? Есть, но в три раза меньше, чем были тогда. Теперь как бы мы можем довольно свободно вернуть, если вдруг такое надо было. Ваша компания в 2017 году покупала русскую треску? Не покупала, мы строили фабрику совместную с РРПК. Да, и построили успешно. И уже даже продали. Как вы познакомились с Глебом Франком? Я с ним ни разу не виделся. Мы... Ну, был принят новый закон о том, что будут выделяться квоты на добычу, если компания инвестирует деньги в фабрики. У нас давно была фабрика в Мурманске. Соответственно, был большой опыт, как их строить и эксплуатировать. И мы предложили РРПК построить две такие фабрики, получив под них квоты. Они тогда рассматривали варианты развиваться на Северном бассейне и согласились. Мы хотели развивать. У нас хотели свою фабрику закрыть, на этих фабриках развиваться, делать добычу совместную с... Но у них потом поменялись планы. Они много квот купили на Дальнем Востоке Краба. И ушли полностью на Дальний Восток. А после всех вот этих колебаний валютных курсов, подорожания и так далее, как сильно сократился спрос? Не очень сильно. То есть, в принципе, ну, падает. Но в рублях все равно потребление растет. В тоннах чуть-чуть снизилось. Ну, не очень сильно. То есть не то, что там как-то радикально в два раза. 10%, 20%. Ну, по-моему, такого года отчитываюсь. Выручка российских рыбопромышленных предприятий, например, в 2020 году довольно сильно упала. На 11%, 12% почти. Но это рыбопромышленных, это не рыбоперерабатывающих. В долларах упала, потому что из-за пандемии слегка снизились мировые цены в долларах на рыбу. Это же вам хорошо? Ну, одновременно рубль упал. Поэтому она, сколько снизилась в долларах, столько выросла. Из-за курса в рублях она очень выросла скорее. А вы делаете крабовые палочки? Нет. Хотел спросить, с чего они? Не делаем. Потому что, да, мы думаем все время их делать, но их довольно трудно сделать хорошо. Мы все, что делаем, за все 20 лет ни одного продукта мы не признаем, чтобы я не мог хормить своих детей, считая, что это им полезно. А крабовые палочки там не факт, что я так смогу производить. Потому что это вредно? Ну, там какие-то добавки надо вроде. Ну, я, честно говоря, глубоко не знаю. Но периодически мы рассматриваем, как сделать, они будут дороже, чем средним. У нас продукты такие простые. В основном там состав треска, лед. Да. Больше ничего нет. А где прибыль образуется тогда, если это треска и лед? Ну, как где прибыль образуется? Все равно это переработано. Нет, ну, треску как? Мы покупаем треску на мурманской предприятии, да? Мы ее должны филетировать на разные кусочки. Соответственно, там кому-то нужны порции, кому-то кубики, кому-то фарш остается. Соответственно, вот все это нужно переработать полностью. Эффективно переработать, потом продать. Что кому нужно, кому филе, кому кубики, кому фарш. Что-то на экспорт, что-то в России. Все вот это оптимизируя и придаешь. А как вы сами оцените, сколько ваш бизнес стоит? Вот если завтра придут покупать? Ну, во-первых, что-то не приходили никогда так вот завтра покупать. И мы так не знаем. Ну, мало стоит относительно, грубо говоря, годовой прибыли. В России вообще очень мало стоят активы, бизнесы. Почему, мне кажется, почему и сделок мало? Потому что очень большая разница в стоимости бизнеса глазами собственника и глазами покупателя. Ну, грубо говоря, там тебе дают пять прибыли. Это, грубо говоря, 20% годовых. Плюс ты теряешь всякую опциональность на дальнейшее какое-то развитие. То есть вот если бизнес приносит 100 рублей, тебе не дадут 500. А 500 рублей хуже, чем 100 рублей ежегодно от бизнеса. И поэтому, а больше не дадут. Ну, у вас какая прибыль? Давайте сейчас посчитаем, сколько стоит ваш бизнес. Ну, в этом году прибыль... У нас в этом году мы продали вот эти заводы. Поэтому с ними больше миллиарда. Прибыль миллиард 300, что-то типа того. Ну, это потом надо убрать из следующего года. Ну, чисто прибыль, наверное, 600 будет. Если убрать инвестиционную. 600. Опять, 3 миллиарда. Ну, типа того, наверное. Ну, мы так как не продаем особо. То, как бы, да. А что в бизнесе важнее? Прибыль или развитие? Ну, во-первых, как бы тут... Почему или? Нужно и то, и то. И развитие, и прибыль. Почему это антитеза? Не знаю. Многие говорят, что деньги не важны. Важно двигаться. Ворот? Во-первых, прибыль отражает, насколько бизнес хорош. То есть, если он делает что-то хорошее, то ему за это готовы платить. Если человек хорошо стрижет, у него будет много людей стричься, у него будет прибыльная парикмахерская. Если он плохо стрижет, у него будет мало клиентов, он будет платить мало, у него будет неприбыльная парикмахерская. Прибыль – это просто свидетельство того, что бизнес работает хорошо, поймем все прочее. А развитие, ну, это, возможно, другое дело, хорошо, конечно, развиваться. Развитие – это большая ценность. У нас вот такие главные ценности, которые будут свидетельствовать, это доверие и развитие как раз. Если к двум словам свести, ценности, которые мы в Тилтехе, скажем, на которых основываемся, это доверие и развитие. Но прибыль не антитеза в моем мозгу развитию. Человек должен развиваться и приносить компании прибыль. Ну, компания должна развиваться, приносить пользу окружающим, так сказать, своим клиентам. В вашей парадигме, получается, наши крупные нефтяные компании и миллиардеры, скажем так, олигархи, тоже приносят много пользы, потому что им много платят. Или обратное неверно? Ну, во-первых, обратное действительно не очень верно. Наверное, можно получать прибыль, не принося особенную пользу. Но нефтяные компании прибыльные. Вообще, добыча природных ресурсов, она немножко такой бизнес. У тебя как вот рыба добыча. То есть есть квоты там, да, вот на добычу рыбы. Они там, их надо купить как-то, да, там или как-то добыть. Потом после этого она приносит большую прибыль, потому что ограниченный ресурс. И, собственно, его рыночная стоимость намного выше, чем стоимость его добычи. Ну, с нефтью просто она, ее больше, она дороже, поэтому это заметно. Но, в принципе, то же самое и в рыбе. А вот рыбный бизнес, вы сказали. Очень сложно получить квоты, и стоят они гораздо больше, чем тратят. Почему? Можно купить компанию квоты, там всегда кто-то продает компанию с квотами. Но это закрытый бизнес, в него сложно попасть. Ну, да, ну как, они распределены, соответственно, чтобы получить квоты. Но вот бывают вот инвестиционные квоты сейчас там раздавали частично. Бывают еще какие-то. Но так, в основном, надо покупать им, да. Но их можно купить, вот теоретически вы можете. Допустим, вы завтра решили заняться промыслом. Вы можете их теоретически купить? Или вам нужно опять пойти к Глейму Франку, с ним как-то договориться? Нет, теоретически можно. Мы должны прийти к каким-то компаниям, у которых эти квоты есть, и договориться о покупке компании. А на аукционе у правительства? Ну, когда бывает аукцион, можно купить на аукционе, конечно. И там любой человек может. И не нужны никакие ни связи, ни взятки, ничего не нужно. Мы никогда не участвовали. Я поэтому как инсайдером сказать не могу. Но по закону, конечно, может любой участвовать. И я не знаю, что там. По закону я знаю. Я вас спрашиваю, реально как это устроит? Реально я никогда не участвовал. Поэтому не буду врать вам. Лучше спросить рыбаков, кто промыслом занимается. Мы никогда в жизни не участвовали в аукционах. Мы даже не рассматривали такой возможности. Про Тилтех расскажите. Про Тилтех. Зачем вы решили заняться поиском и инвестированием в стартап? В 2016 году с моими друзьями, близкими Андреем Кривенко и Андреем Ивашенко, мы что-то думали, что такого хорошего можем сделать в жизни. И решили, что вот будет хорошо сделать такой фонд Тилтех, который будет помогать предпринимательству. Российскому, прежде всего. Мы, во-первых, в принципе, мы считаем, что предпринимательство очень хорошее дело. Интересно жить предпринимателю, соорганизовываться хорошо. И полезно как для самого предпринимателя, так и для общества. Создаются рабочие места, там создаются новые продукты, товары, услуги. Соответственно, всем становится хорошо. В России его маловато. Вот такая была идея. Кроме того, у нас есть наша модель управления, система менеджмента, Beyond Taylor мы его называем. Так, что это? Ну, традиционно управление, вообще, как бы, представление управления сформировалось там 100 лет назад. Собственно, почему назвали Beyond Taylor? Потому что 100 лет назад был такой Фредерик Тейлор, консультант, который Форда консультировал и прочих. Он ходил секундомером, там мерил, как работает, повышая эффективность и качество, значит, менеджмента. И он такой, как гуру, такой, да, один из основателей. Тогда же формировалась бюрократия, как система управления, что спускаются приказы, все. И вот тогда же сформировались еще представления о менеджменте, что нужно организацию спроектировать, как такой Эйфелеву башню. Где к каждому узлу прописать требования, то, что называется, должностными инструкциями. Описать, как кто должен, бизнес-процессы, кто как с кем должен взаимодействовать. Дальше наверху Эйфелева башня, значит, люди сидят умные, принимают решения и спускают их вниз, что надо делать. Потом собирают снизу информацию, что получилось. Опять обдумывают и так вот, как бы. Это очень традиционно звучит. Да, да, но это так, собственно, и управлялись компании сто лет, и до сих пор, в общем-то, управляются. Вообще, благодаря этому изобретению человечеству, надо сказать, мы все должны быть благодарны, потому что это одно из больших достижений в менеджменте, которые позволяют нам вот так вот сидеть, пить кофе и думать, что мы на работе. Вот, по сравнению с тем, как в основном люди работали сто лет назад, это очень большой, очень большой прогресс. Производительность труда это позволила поднять там в десятки раз. Вот сама организация бизнеса. Вот, поэтому мы это не отрицаем все полностью. Мы называем это beyond Taylor, то есть не только это, да. Наш подход такой, что нужно... А почему люди так это понимают? Потому что очень больших достигли успехов в инженерных науках. Вот построили, в частности, ту же самую филевую башню, разные мосты там всякие построили, железные дороги и все. И эти успехи, они и такая парадигма мышления была, что вот надо эти инженерию применять и к грандиционному строительству. Что и в действии еще был сделан. Мы, Beyond Taylor, мы применяем органические парадигмы мышления к строительству организации, что организация должна развиваться эволюционно. Мы не пытаемся ее спроектировать заранее. У нас нет должностной конструкции, у нас нет KPI-системы. Мы в идеале стараемся не... То, что мы написали требование какой-нибудь должности, под нее подбираем человека. Мы стараемся, наоборот, организацию подстраивать под людей, которые в ней есть. Мы, на самом деле, изучили довольно тривиально, что вот если человеку что-то получается, ему нравится это делать, то пусть он это и делает. А если у него что-то не получается, ему это не нравится, пусть это делает другое, которому это получается, ему это нравится. Но так почти никто не делает. В основном говорят, вот у меня вот есть такая должность, вот ты должен ее, именно эту работу выполнять. И человека загоняют вот в рамки очень такие должных инструкций, KPI-системы. Требую от него, в общем, ну, как говорил Генри Форд, знаете, по крайней мере, приписывает такую фразу, что какая жалость, что когда мне требуется пара рук, я получаю целого человека. В принципе, и задача менеджмента, как науки, что ли, как назвать, да, всегда была максимально убрать человеческое из человека, чтобы он выполнял, вот как бы, чтобы он был максимально придаток к машине изначально, ну, вот, в работах Тейлора. И даже, когда уже работа перестала быть у станка, ну, много работы, все равно, чтобы он максимально как-то описать ее работу, механизировать и сделать из него автомат. Заставлять людей быть машиной и убирать из себя все человеческое. Мы верим в то, что вот сейчас, в 21 веке, люди, наоборот, чем больше человеческого в человеке удастся раскрыть на рабочем месте его, да, тем больше он будет и сам доволен, и тем больше он произведет добра в окружающий мир. Добра в окружающий мир. Ну, да, да, всего больше сделает, и сам будет себя чувствовать лучше, и сделает больше. И мы стараемся опираться на внутреннюю энергию, талант человека, а не на вот то, что его заставили там что-то делать. Ваша цель, насколько я понимаю, в Тилтехе, это растить предпринимателей. Да, да. Создать условия, чтобы было много предпринимателей, да. Сколько денег, сил и лет вы готовы на это потратить? Ну, сил трудно измерить, в чем мире силы, да. Лет много, это в каком-то смысле может быть вечным проектом. Ну, всегда. У нас нет такого срока, который мы себе поставили, когда мы его закончим. Вот. Сил сколько Бог даст, значит. А денег тоже, денег, если это будет дело успешное, ну, пока вот 4 года, нам кажется, что оно успешное, то денег можно сколько угодно же и привлечь. То есть пока мы даже и своих не можем инвестировать, мы ни у кого внешних денег не привлекали, потому что у нас своих больше, чем мы можем инвестировать. Ну, вы по миллиарду, по-моему, скинулись, да? Втроем, 3 партнера. Мы не поровну скидываемся, мы не рассказываем, сколько мы скидываемся. Но, в принципе, потратили мы сейчас пока 3 миллиарда, да. Примерно 3 миллиарда инвестировано, сколько-то еще обещано. Вот. Но дальше, если мы инвестировать будем хорошо, и наши инвестиции будут пройдет, там может возникать много бизнесов, то это, опять же, будет очень прибыльное дело. И мы сможем и своих денег увеличивать, инвестиции, и привлекать чужие деньги, ну, как фонды. Но это не очень похоже на венчурный фонд классический все-таки. Перед вашими менеджерами в этом, в Тилтехе, стоит задача сделать 10x, 20x? Нет, мы не ставим таких задач. Мы все, у нас есть сейчас вот на сегодняшний день 4 команды. Тилтех Капитал, Стартех, Исла и Стартап Лаб, которые занимаются вот развитием предпринимательства. Это все молодые ребята, которые вот в разные модели, они и инвестируют, и разные оказывают услуги про развитие предпринимательства. Расселераторы всякие проводят, там, инкубаторы, такие вот такого рода. Они все совладельцы своих этих компаний. Поэтому у них есть мотивация, чтобы это было прибыльно. Чем больше x-ов, если таких фирм, тем больше они сами заработают. Но мы не ставим задачу, если сделать столько x-ов, тебе будет там такой пряник, когда столько x-ов столько. Это какого-нибудь. Мы против KPI вообще. А как можно нанять венчурного менеджера без KPI? Ну, без KPI можно построить такую компанию, как KUSWILL. Приходит к вам человек, дайте ему денег, вот тебе миллиард, делай, что хочешь. Ну, как мы делаем, мы делаем, на самом деле, потихонечку. У нас этих команд, я 4 назвал, был 9. Так вот в вашем интервью, когда история про Тилтех Капитал Илю Кобякова была, да, что вот мы такие, как бы, с прострельной головой буквально, да, там, выгодишь, что вот, на, давай, там все. На этот вопрос я вам сейчас его задаю. Да, потому что мы же не сразу дали миллиард, на самом деле. То есть приходит нам такая команда молодая, да. Мы говорим, ну, давай попробуем там. У нас вот мы называем сдвинуть шкаф совместно надо. Что-нибудь сделать такое маленькое, да. И мы смотрим, что у них получается. У нас была команда, где мы списали там 100 миллионов рублей, вот так вот они начали раздавать. Мы посмотрели, куда они их раздали, говорим, что-то как-то не очень их раздали. Вот, и просто списали 110 миллионов вот такие инвестиции с одной из команд. Где-то там 20 списали миллионов, где-то там 30. То есть мы смотрим, как у них получается на маленьких. Вот, мы смотрим, насколько у нас получается взаимодействие, как быстро они учатся. Телтеф Капитал, в ее главе, они быстро научились. Вот, он 18 курсов по финансам окончил сам, самостоятельно. Мы не заставляли его учиться, там он сам, куда они так это выбрали. Соответственно, дальше, если у него получается, мы увеличиваем, увеличиваем им, соответственно, денег, которые они могут раздавать. У вас же нет KPI. Как вы понимаете, получается или нет? Мы смотрим. Вот нам, грубо говоря, вот они говорят, мы хотим, дайте нам столько-то там, пусть это будет 100 миллионов, мы хотим их инвестировать. 10 стартапов по 10 миллионов. Мы говорим, ну давай, как бы вы нам приведите компанию или две, вот, которую вы считаете как образец. Вот вы будете инвестировать вот в такие компании. Они нам приводят, мы смотрим, в какие компании они собираются инвестировать. Если эта компания нам кажется действительно хорошей, и они сумели ее заинтересовать и привлечь, значит, у них получается. Но это не сразу тоже начинается. Сначала они просто что-нибудь делают. Буквально что-нибудь. То есть, там, смотрим, как у них получается, допустим, делать акселерационные программы, если они акселераторы делают. Какие-то еще там разные возможности мы им подкидываем. Ну, допустим, стартех-компания, команде. Мы всем сказали, смотрите, если вы приведете хорошие компании в Телтех Капитал, скаутинг сделаете хороший, найдете, то вы получите за это комиссионные, во-первых, да, как вознаграждение, ну и просто вот посмотрим, получится, не получится. Вот у стартеха получилось, это им как бы плюс. Мы запоминаем, что вот у них получается. Дальше, по мере того, как у людей получается, у нас в принципе, ты же говорил про биологическую аналогию, а не инженерную. Что вот не то, что мы заранее подумаем, 10 лет вперед, чем будем делать, и будем дальше по этому пути двигаться. Мы, наоборот, начинаем, как эволюция. Вот эти вот 9 организмов, мы смотрим, как они эволюционируют. И сразу они пользуются нашим полным доверием. Мы действительно ничего не проверяем, что они как делают, но мы смотрим на результаты. Результатов пока нет, потому что как верховным судьей всякой теории является опыт, так верховным судьей всякого венчурного инвестора является экзит. Откуда вы знаете, что вы правы, что ребята нашли правильную команду? Правы мы или нет, мы действительно сможем узнать, только когда будет результат финальный, и опыт можно будет подвести, итоги такие, да. Сейчас, как и любой, на самом деле, классический венчурный фонд, тоже, когда ты только 3 года от старта, ты еще тоже не видишь результата, да. Поэтому, но, тем не менее, ты можешь как-то смотреть. У нас есть портфель, да, который мы как-то понимаем, как он развивается, какие у него перспективы, да, и насколько мы верим, что этот бизнес станет там большим. Мы прямо участвуем там все втроем. То есть вы прямо в эти бизнесы погружаетесь? Ну, погружаемся мы по-своему, по Beyond-Evorsky погружаемся. У нас нет советов директоров, а таковых там. Можете прийти вы, может прийти Андрей Кривенко, и сказать, ребят, вот вы тут не так делаете, вот у вас там упаковка неправильная, давайте ее переделайте, и продажи пойдут. Может такое быть? Мы не даем никому приказов и команд. Мы можем посоветовать, да, вот конкретно с упаковкой, вот был случай, там один у нас проект из РДК, вот, они, я им посоветовал, что у них на упаковке не видно бренда, и поменяли упаковку. Но это, как бы, я их спросил, вот, точно вам нравится такая упаковка? Тут же не видно, кто вы такие. То есть, опять, тут тоже такой эволюционный подход, как и с командами. Команды инвестировали много, там 97, по-моему, всего проектов, так или иначе поддержали. Вот, потом смотрят тоже, по маленькой, по маленькой, какие-то чеки сначала, они могут, это могут быть очень маленькие чеки сначала. Какой? Маленький? 10 тысяч рублей? Ну, по-моему, даже его, по-моему, даже такие есть, какие-то очень маленькие там, да. Вот, а потом в какой-то момент, когда компаний проект становится побольше, мы с ними знакомимся, вот втроем, например, я и Адба Андрея. Мы, во-первых, делим их между собой, курируем по проектам, да. Во-вторых, мы даже целиком, все втроем и с командой встречаемся, с командами, там, ну, раз в портал, раз в год, там, с кем как. Ну, и потому что вот этих результатов нет, ну, как нет, у нас вот наши первые уже результаты, мы каким-то образом можем видеть, вот наша самая первая большая, более-менее инвестиция, клиника доктора Фомина. Он уже сейчас, в этом году, он превысил выручку миллиард рублей, в следующий год он собирается 2,5 миллиарда иметь выручку, и, ну, при том, что крупнейшие, это медицинская сеть, да, крупнейшие российские, имеют там выручку, ну, 10 миллиардов, там, 15 миллиардов, это самая крупная часть на компании. Когда мы с ним начинали, у него было, там, 150 миллиардов ручек, то есть всего 3 года назад, даже, даже нет, еще 3 лет, в 18-м году мы в нем. И вот эту компанию нашла, нашел Илья Кобяков, и вот как бы это результат, который налицо. Компания и развивается больше, чем 2 раза в год, и она одновременно прибыльная, кстати, тоже это не мешает ей быть прибыльной, и у нее очень много прорывных бизнес-моделей, вот, я лично считаю, что она может стать крупнейшей частной медицинской компанией России в среднесрочной перспективе, так скажем, да. Как вы решение принимали, это вы принимали, наверное, с вашими партнерами? Да, да, потому что тогда еще, ну, и до сих пор крупные инвестиции команда приводит нам на так называемый инвестиционный комитет. Так как мы эволюционно подходим, мы не строим больших планов, идеограмм ГАНТа, то, конечно, там, что будет дальше, никто не знает. А Тилтех, он приносит прибыль? Ну, прибыль, что такое, как прибыль обучать? Мы не пересчитываем, на самом деле, портфель свой. Вообще, я так и бы сказал, кэш, кэш приносит? Нет. Он, естественно, кэш-негатив, потому что мы инвестировали 3 миллиарда, обратно там получили 200 миллионов. Но мы собираемся еще, еще, в каком-то смысле, если он будет успешный, он будет там вечно кэш-негатив, в каком-то смысле. Мы будем все больше и больше инвестировать, он будет увеличиваться, да, там в размере портфеля. То есть вы не планируете на нем зарабатывать? Что такое зарабатывать? Если ты инвестировал миллиард, этот миллиард превратился, допустим, в 2. А ты эти 2 снова инвестировал. А даже инвестировал 3. То есть в тому миллиарду, который раньше инвестировал, 2 получил обратно, еще миллиард добавил. Это ты заработал или как это считать? Ну, то есть, ну, зарабатывать, в смысле как зарабатывать, да, ну, кэш-кэш, из него извлекать мы пока не планируем. Какая цель у Тилтеха? Чтобы каждый, кто хочет стать предпринимателем, имел для этого все возможности. Потому что создание бизнесов – это очень прибыльное дело. Вот. Поэтому если мы как-то поучаствуем в создании большого количества бизнесов, то это будет такое большое создание ценности, value creation, что называется, да, будет такое большое, что и нам достанется. Ну, то есть, все равно, это как вот клиника доктора Фоминанта, если она станет там, мы вложили там в нее сегодня 10 миллионов долларов. Если она станет, стоит миллиард. То как там и делит миллиард, все равно это будет прибыльно. Поэтому и так бизнесом мы верим в то, что бизнес – это очень, ну, то есть он очень большое создание ценностей, которое будет поэтому и для фонда тоже прибыльным. Вы, наверное, много посмотрели российских команд, которые к вам приходят. Как вам наши предприниматели? Что-то можете про них сказать? Есть мнение у некоторых венчурных инвесторов. Мы писали целую серию интерес-венчурных интервью, и инвесторы, они вот говорят, что, ну, российские команды токсичны. Это токсичны? Да. Ну, у меня нет такого мнения. Вообще какой-то расизм. Почему токсичны? Ну, потому что они понимают, что такое венчурный инвестор. Ну, мы сами не венчурные инвесторы, в этом смысле тоже не понимаем. А в этом смысле вам проще. Нам проще считать. А кто самый лучший предприниматель? Вообще, из всех? Из всех людей на Земле? Да. Ну, Андрей Кривенко. Если так, одного надо прям выбрать. Ну, это как-то... Это ваш друг. Зачем? Ну, я его лучше всех знаю, во-первых. И... Ну, я так действительно считаю. А почему он самый лучший предприниматель? Я, знаете, я в 2013 году публично предсказал, что он войдет в список Forbes российский, когда у него еще была выручка там, очень маленькая. Вот. А сейчас я думаю, что он его не просто войдет, а возглавит. Чем хорош Андрей Кривенко? Хорошо. Давайте поговорим про вашу другу. У него есть акционерное общество, называется эволюционная цель. Вот, собственно говоря, у нас в Телтехе партнерами является мы не лично. У нас нельзя в России... В России нельзя быть лично. Нужно... Юридическое только лицо, может быть. Вот. Мне называется эволюционная цель, отражающая то, что ему цель развития важнее, чем прибыль. Да, вот это, конечно, важный в качестве предпринимателя. Во-вторых, то, что он искренне, глубоко верит, потому что доверие эффективнее, чем контроль. Ну, как он относится к людям, да, его может развиваться и так далее. Вот. Ну, и, кроме того, он еще просто гениальный. В смысле, как он... Он одновременно может быть IT-директором, финансовым директором, CEO, HR-директором, и все это вместе он объединяет. Как никто другой, я такого больше не видел. Где вы с ним познакомились? Познакомился я с ним на собеседование. Нет, он ко мне пришел в Агаму на финансового директора. И проработал там пять лет. Как людей отбирать? Видите, мне нет такого... Не могу на этот вопрос ответить толком, потому что у меня, ну, как вот, про свидетельство Андрея Ковенкова, я с первого дня, как бы, на собеседнии увидел, мне было понятно, что это совершенно выдающийся человек. Вот. И так у меня много раз было люди. С Игорем Милсенковым я вполне с ним познакомился в первый день. Пришел домой, сказал жене, что все, я нашел партнера, с которым будем строить компанию. В первый день, совершенно, как бы, с женой то же самое. Мы знакомы были два дня, я все-таки всем вокруг сказал, что через год женюсь. Вот. Вот уже с тех пор прошло 28 лет. Я до сих пор очень рад. И как-то сразу, понятно, не могу даже описать какой-то вот процесс. Мы даже, знаете, мы своим командам, вот этим четырем, которые сейчас у нас, да, в качестве даже, можно сказать, описания ТЗ на то, какие нам искать проекты, вот, один из пунктов, что вы так вот представьте себе, чтобы нам с ним было, хотелось пойти вместе в ресторан. Так, мне интересно, как эту задачу выполняют ваши ребята? Ну, как часто отпадают? Ну, это же традиционный тоже процесс. То есть, кого-то нам показывают, мы говорим, что-то нам с ними не хочется, скажем так, взаимодействовать. Ну, они тоже даже не плохие какие-то, а просто вот, что-то как, мы говорим, как-то они. В ресторан не хочется? Да, бывает там слишком что-то профессионалы, допустим, такие вот, бывают такие прям профессионалы, прям ужас. Вот. Или наоборот, какой-то там, такой там, что вот он там живет где-то, ну, где-нибудь там, за границей живет, здесь только бизнес у него, чтобы он ему деньги туда присылал, что-то пошло дело похуже, давайте вы там станете нашим моим партнером. Ну, как-то тоже не хочется. Который бизнесом реально занимается только, чтобы из него выкачивали себе туда деньги. Ну, такие какие-то, то есть, разные бывают ситуации. Сразу тоже понятно, хочется, хочется. Кому бы вы никогда не дали денег? Ну, я что-то не понимаю, как-то вопрос ответить. Ну, никогда не говори никогда, с одной стороны, да, с другой стороны, ну, 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 есть красные флажки? Ну, придет человек такой с рогами, зубы, кому бы никогда не дали. Ну, вот мы только что дали мошенникам, не, не мошенникам, которых, я думаю, другие бы все восприняли как мошенникам. Команда такая, немец один в розыске в Америке находится. Значит, русские ребята, отличные совершенно ребята, нас с нами прекрасно сходят в рестораны, вообще, мы очень, мой любимый проект, практически, ну, наряду с фамины там. Вот, у них суды с предыдущими партнерами, потому что они к нам пришли как ООО Туннель Технологии, а там был у них ООО Туннель Технологии, через ООО. Вот это с виду выглядит как стоп-фактор. И я думаю, что никакие венчурные инвесторы им бы и не дали денег поэтому. Но мы поговорили с ними, со всеми, вот, с немцем даже, не зряя на пандемию, пришлось по Зуму только говорить. И подумал, что хоть он и в розыске, но человек хороший. А что они делают? Они делают аэротрубы для тренировок парашютистов. Нам очень нравится проект, это команда русских инженеров из Петербурга. Сами они парашютисты. Завод в Германии, который делает сложный металл, такие сложные конструкции из металла. Клиенты у них там по всему миру. Министерство обороны Индонезии, Катара, там всякие разные. Вот они в таком типичный пример, когда вроде бы сто-факторы какие-то, можно сказать, но мы преодолели путем вот, да, просто глядя в глаза, что называется. Ну, пока сложно оценить успешность этого проекта. Мы в это просто инвестиции октября, сентября, вот этого года все очень много. Может быть, мы ошибемся, ты как бы так знаешь. Сколько вы им дали? Мы им дали 4 миллиона евро. То есть это примерно та сумма, которую вы готовы потерять? Нет, мы никогда не будем инвестировать в то, что мы не готовы потерять. Даже если мы потеряем все 3 миллиарда в ТЛТ, ничего не случится. Это у нас называется антихрупкость. Знаете, на Сима Талиба вот мы все исключительно антихрупко. То есть эти 3 миллиарда это меньше 5% от ваших состояний, правильно? Ничего не случится? Почему-то проценты. Вопрос, что просто если мы их потеряем, нам будет обидно и жалко, конечно, что такая неудача, но это не приведет к какому-то банкротству каких-то наших бизнесов или к чему-то такому там. А сколько вы вообще готовы денег потерять? Вы все готовы потерять? Ну, да. И что будете делать? Ну, не знаю. Что значит потерять? Ну, вот что делать. Работать будет дальше. А сколько вам надо для счастья? Да, на самом деле я не думаю, что счастье очень сильно связано с деньгами. скажем, наше советское детство, детство сейчас моих детей, там они намного там, конечно, обеспеченнее, недостатка всякого, но я не думаю, что они чем-то счастливее, чем мы дали в детстве. Если я сам, мне вот в следующем году будет 50 лет, самый счастливый год в моей жизни, 94-й, я так думаю. Это был самый-самый бедный год в моей жизни. Мы в 93-м году женились, вот я еще ничего не работал, студентом был, у меня были такие какие-то заработки репетитора, таксиста и переводчика. Мы жили в квартире, в которой отопления даже не было, очень, иногда даже прям гиды практически не было. Тем не менее, это самый счастливый год. Так вот, если вспомнить, когда это было хорошо, вот тогда был лучше всего. Такой был, получается, длинный медовый месяц, как бы, и из этого счастья тогдашнего все, что у меня получил, все из него и выросло, и наши четверть детей с женой, и Агамой, и Тилтех. Поэтому я не думаю, что счастье, этот вопрос, сколько у нас для счастья, для счастья нужно другое. Вы скромный человек? Не знаю. Это надо другим судить. По образу жизни? По образу жизни? вы покупаете яхт, самолеты, я не знаю. Нет, у меня яхт, самолетов нет, у меня водителя нет, секретарша нет. Ну, как бы, мне одинаково быстро, скажем, купить билет на самолет или попросить кого-нибудь купить, объяснить, какой мне нужен, а потом, когда его вдруг там нет, объяснить какой-то другой там, то есть, мне самого проще и быстрее. То есть, это скорее просто, ну, кофе мне проще саму нажать на кнопку, чем просить кого-нибудь принести кофе. Это не то, что я так думаю, вот я скромный, так я не думаю, просто так получилось. Расскажите про ваш проект про физтехшколы, который вы поддерживаете. Ну, физтехшколы у меня так получилось. У меня когда, вот это вот, то, что я рассказывал про Beyond Taylor, у меня эти мысли посетили, что что-то с управлением организационным все не так. В шестом году, в пятом, в шестом году мы построили компанию и вот мы сначала классически ее строили, бюджетирование, там, все такое мы делали, KPI, там, все такое. Как-то мне это не нравилось, планирование, все такое. И тогда и возникли мысли про этот, про другое управление. Но это дело не поддержал мой партнер, Игорь, а мысли были мутные, они только такие у меня еще были. Сейчас я могу более-менее излагать систему управления альтернативную. А тогда я только, как-то только еще вот искал и не смог его убедить, но тем не менее мне по-старому строить компанию было неинтересно. Я поэтому бросил, собственно говоря, заниматься бизнесом, по сути дела, и стал заниматься социальным проектом. Тогда я организовал Рыбный союз, фонд развития физтех-школ, физтех-союз, объединивший выпускников в ТЭИ. И вот до 16-го года, можно сказать, занимался в основном социальным проектом. А в 16-м году, когда возникла возможность вот с двумя Андреями снова, значит, заняться уже бизнес-управлением под этим по-новому Beyond Tavor, вот тогда как бы мы стали делать Илтех, и мне снова стало интересно бизнес-проекты по-новому пытаться вот на этих новых принципах, на доверии и на органическом управлении, а не механическом, как-то выстроить. Мы надеемся, что мы сможем предъявить миру вот как бы вкусвилл, клиники докторов имена, ну и Аграму с Хемраром, как компании, которые добиваются успеха вот на этой новой альтернативной модели управления. И много-много других, которые, надеюсь, если теха появятся сотни таких компаний. Без КПА. Без КПА, без КПА, без бюджета, без должностных конструкций, без службы безопасности, без там HR-департаментов. Без секретарей водителей. Без секретарей, без офисов как таковых. Да. Немножко на всех, кто сейчас похож. Почему на всех, кто? Вот придумали люди систему управления, да, и как бы кажется, что это единственный вообще способ. на самом деле это не факт, что это должно быть. Есть влашная инструкция, и человек говорит, вот ты должен вот это, вот это делать. Он говорит, я вот это могу, а вот это не могу, не хочу, мне это прямо не нравится. Ну, давайте это передадим другому, и все. И вообще пусть он сам себе находит, что делать в организации. То, что он у себя получается. Если человек не справляется, что вы делаете? Если человек не справляется, во-первых, ну, мы верим в то, что все люди умны, честны и талантливы изначально. И что каждый может найти, с чем он справляется, и найти, как свои таланты применить, и как быть полезным компанией, клиентам, обществу, да, в конце концов. Вот. Мы стараемся в этом помочь. Даем возможность находить себе работу, которая ему и по душе, и полезна, и больше всего он даст толку. Вот. Если мы не можем такого найти, у нас как-то такого прям так вот увольнения особо нет. Человек сам, вот эти вот команды наши, они потихонечку, мы даем одну попытку, вторую попытку, вот что-то раз не получилось, два не получилось. В конце концов, ничего не выходит. Давайте как-то закроем. Все-таки KPI есть. Вы же смотрите на это. Это не KPI, ну как, давайте построим красивый дом, да? Вот договорились, это же не KPI. Ну как не KPI? Почему? Построить красивый дом тоже может быть KPI. Не, ну тогда всегда. Цель, конечно, какая-то есть. KPI это что-то такое? KPI это когда четко определены все параметры, сроки, и мы смотрим, там, чего добился, от этого зависит зарплата там. Вот. Цели, конечно, у нас есть. А как без этого можно жить? Да, ты говоришь? Ну вот, да. Не, ну так это давайте что-нибудь, вот такая клиника доктора Фомина начинают строить свои клиники. Мы не определяем параметров, сколько должны быть выручки этих клиник, сколько там, чего мы просто надеемся, давай вы с Васей будете строить хорошие клиники. Они их строят, проходит какой-то год. Мы смотрим, они рассказывают, что у них получилось. И не надо быть там таким, мы не сравним, то есть KPI это когда у тебя есть план, и ты сравниваешь результат с планом. Мы сравниваем результат просто как мы смотрим, вот хорошо получилось или нет. Вот. Сколько этих клиников получилось, какая там. То есть субъективная оценка результатов деятельности. Субъективная, но и всем более-менее понимаем. А спорить невозможно. Про школу вы так и не рассказали. А, ну вот один из таких проектов был. Я думал, что мне делать как раз, когда я понял, что мне не хочется строить компанию в классическом менеджменте дальше. И как-то я так в этом смысле подумал, что я не знаю, как строить в неклассическом. И как-то вот непонятно. И подумал, что может быть мне будет интересны социальные проекты. И в частности пришел в школу к директору, просто к директору школы, где мои дети учились. Я говорю, Марина Геннадьевна, давайте я буду вам помогать. Строить хорошую школу. Он говорит, есть у меня тут один такой странный. Вот. И так нас познакомила, она меня познакомила с Андреем Ивашенко. Мы с ним стали вот помогать школе. Потом что-то так подумали, написали стратегию развития школы. Начали, давайте строить лучшую школу в мире. И сейчас у нас официально лучшая школа в Московской области это стало. Но фонд уже теперь помогает не только этой школе, мы вот сейчас как раз, буквально сейчас, мы пытаемся раздать то, что там удалось наработать, большому количеству школ. А вы как-то их отбираете, эти школы? Или просто любая с уклона в физику, в математику подходит? Ну, более-менее любая подходит, но только все равно ты сразу не можешь всем. Ну, у нас такая есть программа науковые регионы. В школу приезжают учителя вместе с учениками на две недели. У нас там есть общежитие, они там селятся, живут и с тренерами сборных России, как бы они их вот обучают, как работают там. И когда они потом они уезжают, они так подмотивируются. Вот. И в этой школе, когда откуда они приехали, у нас уже есть 40 что-то разных субъектов федерации приезжали в школу, точно не помню, но больше полусотни. Вот. Потом у них, они получают от нас поддержку, такую методическую, скажем. И они могут садиться в кружок или класс или даже целую школу. Но целую школу только-только мы вот, вот сейчас мы там помогаем Ростех у нас. Типа попросил помочь им сделать целую школу. Новую они строят. Ростех вас попросил помочь построить школу? Ну, спроектировать как бы учебный процесс, там такой. А он вас попросил именно консультационную помощь или помочь деньгами? Нет, консультационную. Нет, они даже платят нашему фонду за то, что он ему поможет это все сделать. Как там прописать учебные программы, там какие-то такие. А как понять, какая школа хорошая? Ну, допустим, представь, что у нас смотрит какая-нибудь мать или отец ребенка, который пойдет из тех школ. Как выбрать? Как родители выборочной школы? Во-первых, они не абстрактно хорошие, они хорошие для конкретного ребенка. Да? Вот. Ну, что тут можно сказать? Образование, слово образ. Образ, знакомый слово образование. Соответственно, важно понимать образ выпускника, которого видит школа. Если это соответствует образу, который видят родители, то это хорошая для них школа. Вот. В школе важно, кроме того, какие там педагоги, очень важно, какие дети. Потому что дети формируют среду в значительной степени. Чем вы больше всего гордитесь в своей жизни? Семьей. А есть что-то, за что вам стыдно? Ну, как-то стыдно. Ну, какие-то, аперсплывают при этом слове какие-то вот просто такие эпизоды, в общем-то, мелкие. Чего-то сейчас вспомнил. Давным-давно в Бразилии, в городе Сан-Пауло. Нас принимали, мы с женой были, очень хорошо, там компания такая, там все показывали нам, супер был прием, и что-то мы как-то едем к самолету. И она говорит, ну, как тебе Сан-Пауло? А Сан-Пауло такой город там, ну, по крайней мере, тогда там, 15 назад был, они даже боятся некоторые бронированные стекла ставят, потому что на ситофоре в пробке подбегают люди, стреляют в окно и забирают кошелек. В окно машины, в смысле. Ну, и такое вообще. Вот. Я что-то так и брякал, huge favela, говорю. favela, это, знаете, там это вот. И вот уже прошло 16 лет, я думаю, че вот я так брякнул ей, так они нас встречали, вот как-то вот нехорошо, стыдно. Ну, такие, поэтому мелкие какие-то эпизоды, а так, ну, много, что стыдно, стыдно, что пенсия у нас такая маленькая в стране, что так много людей живут бедно совсем, как-то вот стыдно за это, что не можем мы организовать как-то так жить, чтобы было, чтобы всем хватало. Если бы вы что-то могли сделать для того, чтобы решить проблему бедности, что бы вы сделали? Не знаю, я стараюсь все, что могу делать, чтобы решить проблему бедности. Я стараюсь заниматься образованием много и вот с развитием предпринимательства. То есть вы ее решаете? Я не знаю, сколько я ее решаю, но я не... Пытаетесь. Да, ничего лучше и больше я сделать не могу для этого. А чем бы вы хотели заниматься в старости? Да вот меня все устраивает, я бы так и пока из ума не выживу, я бы так и все и делал. Сегодня 20-й год, мне абсолютно все устраивает и очень нравится, как я живу, и я бы не хотел, что вот я... То есть у меня нет какой-то мечты, что вот сейчас все это наконец закончится, и я там, значит, поплыву на корабле вдаль. Пользов для себя или пользы для общества? Вы бы что выбрали? Вот вы все антитезами какими-то меня мучаете. Почему должна быть такая вот как-то... Ну, то есть надо, типа, жизнь за Родину отдать в этом смысле? Ну, в том числе. Ну, то есть могут быть такие, наверное, ситуации, когда действительно станет очень острый вопрос. Да, вот это вот или-или. Во-первых, не дай бог, чтобы так получилось, а так, мне кажется, что можно... То есть это какой-то вопрос такой немножко из представления об жизни, как о такой игре с нулевой суммой. Либо мне, либо обществу, да, как-то вот. Я живу не в парадигме игры с нулевой суммой, мне кажется, что всего достаточно и можно и обществу, и себе, и близким, и всем все должно хватать. Я не думаю, что вот если у кого-то что-то прибыло, то у кого-то что-то убыло. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok